В закон Неницкого округа о предоставлении льгот по проезду к месту отдыха и обратно внесут изменения. В снежном плену с зимней автодороги спасатели МЧС вывезли семью с маленьким ребенком. ДТП стало меньше, модернизация дорожной сети поправила статистику аварийности в регионе. С главными новостями дня в студии Ирина Цепитова. Владимир Путин поручил правительству подготовить законопроект о совершенствовании порядка финансирования организации дополнительного образования детей, как государственных, так и частных. Распоряжение опубликовано на сайте правительства. Законопроект направлен на решение задачи, предусмотренной указом президента о мерах по реализации государственной политики в области образования и науки. Он гласит о том, что к 2020 году число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, должно быть увеличено. В общей численности детей этого возраста до 70-75% и на реализацию подпрограммы развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей. Кроме того, в рамках законопроекта будут расширены полномочия федеральных органов государственной власти переобразования, которым предоставляется право на организацию дополнительного образования детей. Дисциплина по исполнению поручений главы государства должна быть безупречной. Соответствующее поручение дал губернатор округа Игорь Кошин. Информацию об исполнении поручений и указаний президента за 2015 год представил вице-губернатор Михаил Васильев. В прошедшем году на исполнении в органах власти Нинецкого округа находилось 255 рекомендаций, держащихся в перечнях поручений президента. В адрес главы государства направлено 47 докладов губернатора региона во исполнение рекомендаций, держащихся в поручениях. Фактов неисполнения поручений президента в регионе не выявлено. В то же время два доклада об исполнении представлены позже установленного срока. Дисциплина по срокам подготовки докладов и их отправления оставляет желать лучшего. В ближайшее время необходимо внести соответствующие изменения в нормативные документы округа, которые определяют сроки подготовки отчетных документов. Кроме того, требую объявить дисциплинарные взыскания лицам, нарушившим исполнительскую дисциплину, сказал Игорь Кошин. В закон Ненецкого округа о предоставлении льгот по проезду к месту отдыха и обратно внесут изменения. В частности, речь идет о предоставлении льготного проезда в случае, если один из членов семьи не работает и получает пенсию по старости или по инвалидности. Соответствующие поправки представила заместитель губернатора округа Ниналь Семяшкина на первом в этом году претензионном комитете. Поправки, которые представила руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты Ниналь Семяшкина, касаются предоставления льгот по проезду к месту отдыха и обратно на территории Российской Федерации. Проект закона прошел процедуру общественного обсуждения. Изменения оплаты проезда к месту отдыха и обратно коснутся лиц, замещающих госдолжности и выбранные должности местного самоуправления, госслужащих и работников бюджетных учреждений. Председатель окружного парламента Анатолий Мяндин предложил также предусмотреть условия, при котором у работников организации, финансируемых из окружного бюджета, при переходе в другое бюджетное учреждение право на льготный проезд возникает в случае, если работник не воспользовался этим правом на предыдущем месте работы в течение двух лет. Как отметил Анатолий Мяндин, подобная практика успешно реализована в Республике Коми, Тюменской области, Ямалоненецком округе и Хабаровском крае. Законопроект предложен для принятия в первом чтении, после чего работа над ним будет продолжена. Далее депутаты обсудили проект закона, который был разработан на основе обращений семей усыновителей Неницкого округа. Представленным законопроектом предлагается предусмотреть возможность осуществления выплаты единовременного денежного пособия на получение образования усыновленным ребенком в любое время по истечении одного года со дня усыновления. Вам касается возможности использования средств единовременного пособия значительно позже даты усыновления. То есть для оплаты обучения усыновленного ребенка в образовательной организации среднего, профессионального или высшего образования. Дело в том, что действующие культуры регулируют этот вопрос таким образом, что фактически усыновитель сможет направить средства на образование ребенка для получения среднего, специального или высшего образования, только в случае, если он усыновляет ребенка не моложе 15 лет, потому что там у нас сколько, 3 года предусматривают. Речь идет о единовременном денежном пособии в размере 500 тысяч рублей одному из усыновителей, осуществляющих воспитание и содержание усыновленного ребенка. Выплата пособия осуществляется в течение трех лет после усыновления. В течение первого и второго года единовременно по 150 тысяч рублей. В течение третьего года единовременно 200 тысяч. Средства могут быть направлены на улучшение жилищных условий усыновленного ребенка, получение образования или на лечение. Закон вступил в силу с 1 января 2014 года. Также поправками предлагается в случае улучшения жилищных условий усыновленного ребенка с использованием средств единовременного пособия установить обязательство закрепления за ребенком части жилого помещения. Как отметила вице-спикер Татьяна Бадьян, законопроект направлен на адресную поддержку усыновленных детей и защищает в полной мере интересы усыновляемого ребенка. Проект закона рассмотрят на сессии, которая состоится 29 января для принятия в первом чтении. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Зимник закрыт для всех видов транспорта. По информации диспетчерской службы подрядчика компании «Транзит», проезд на автодорогу ограничен до 9 часов утра 29 января. Сейчас на автодороге устраняют последствия непогоды. Работает 17 единиц техники. Не обошлось и без экстренных вызовов. Вечером 27 января на Зимнике в 5 километрах от Харьяги застрял КамАЗ. В плену непогоды оказались двое взрослых и грудной ребенок с высокой температурой. На помощь был направлен трекол подрядчика и спасатели. Это уже не первый в этом году выезд спасателей на Зимнюю автотрассу. Водителям рекомендуют быть предельно внимательными. Перед выездом на Зимник рекомендуется узнать о состоянии трассы. Информационное табло установлено в районе микрорайона «Факел». Также оперативную информацию можно узнать по номерам телефона 112 или 8 911 650 40 40. Модернизация дорожной сети поправила статистику аварийности в регионе. ДТП стало меньше. Количество транспортных происшествий по сравнению с 2014 годом снизилось более чем на 31%. Тем не менее интенсивность и плотность движения на дорогах региона продолжают зашкаливать. Основная нагрузка приходится на транспортные магистрали города и поселка Искатели. Эту информацию озвучили на пресс-конференции ГИБДД. По информации ГИБДД, полученной с камер фотофиксации на городском мосту, интенсивность движения на центральных магистралях составляет 12,5 тысяч единиц в сутки. Плотность потока возрастает в утренние и вечерние часы. Несмотря на такие нескромные показатели, состояние аварийности в регионе улучшилось. По словам Александра Павлинова, в прошлом году на территории округа произошло 39 дорожно-транспортных происшествий с жертвами и причинением вреда здоровью людей, что на 31% меньше, чем в 2014. С причинением вреда здоровью на территории округа на автомобильных дорогах города Наринмара и поселка Искателей произошло 28 дорожно-транспортных происшествий снижением на 33%. Еще два ДТП произошло на региональной дороге Наринмар-Усинск. Четыре происшествия на временных зимних автодорогах и пять в населенных пунктах округа. Традиционно большое количество мелких аварий с причинением материального ущерба происходит на междворовых территориях. Таких в прошлом году зафиксировано 760. Снижение количества ДТП на центральных дорогах ГИБДД связывает в том числе с модернизацией дорожной сети в Наринмаре. В 2014 году произошло 30 ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий. В 2015 году таких ДТП зарегистрировано 12, снижение более чем на 60%. Из-за тех мер, которые принял отдел ГИБДД по наведению порядка для создания безопасных условий для пешеходов, он дал свой результат позитивный, о чем говорят цифры, так скажем. Следующим шагом по улучшению дорожной обстановки в Наринмаре и поселке Искатели должна стать объездная дорога. Городу она нужна как воздух, говорят в инспекции. Интенсивность движения растет год от года. В 2015 году прирост транспорта в Неницком округе составил 1500 единиц. Сегодня в регионе зарегистрировано 15400 автомобилей. Основная масса автотранспортных средств ездит по дорогам города и поселка Искатели. По информации Департамента строительства Неницкого округа, в этом году вопрос по строительству объездной дороги сдвинется с мертвой точки. Уже проведена корректировка проектно-сметной документации первого пускового комплекса объездной дороги. В 2016 году на начало строительства в окружном бюджете запланировано 70 миллионов рублей. Ситуация с ОРВИ и гриппом в регионе под контролем. Волна сезонной заболеваемости через несколько недель пойдет на спад. Ситуация по гриппу находится под контролем. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Накануне Роспотребнадзор, который следит за распространением эпидемии по стране, в цифрах и фактах сообщал, что хотя эпидемии охватило уже 47 регионов, общая заболеваемость укладывается в обычные сезонные рамки. А через 2-3 недели волна и вовсе пойдет на спад. С 26 января на территории региона действует постановление об организации комплекса карантинно-ограничительных мероприятий в государственных медицинских организациях, в том числе осуществление контроля за поддержанием несжижаемого запаса противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты. Еженедельно Департаментом здравоохранения и социальной защиты населения округа проводится мониторинг наличия противовирусных препаратов в аптеках региона. Запасы медикаментов и изделий медицинского назначения в регионе в достаточном количестве. О ситуации заболеваемости в нашем регионе поговорим сегодня с нашим гостем. У нас в студии заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нинецкому округу Светлана Брулева. Светлана Владимировна, здравствуйте. Добрый вечер. Тема номер один сегодня – грипп ОРЗ ОРВИ. Как ситуация в нашем регионе обстоит? В нашем регионе проводится еженедельная регистрация ОРВИ гриппа. На 25 января 2016 года у нас зарегистрировано 839 случаев ОРВИ и 14 случаев гриппа. Из них два случая гриппа у детей. Они подтверждены? Два случая у взрослых подтверждены лабораторно. А это свиной грипп или все-таки обычный? О том, что это свиной гриппа, об этом в лабораторных подтверждениях нет. А вы сказали 800? 839 случаев. Это на данный момент времени с аналогичным периодом, если сравнивать, это большое количество или в принципе в сезонных рамках? Дело в том, что в аналогичном периоде, допустим, в прошлом году подъем ОРВИ гриппа был в феврале месяце. В этом году он немного раньше, но в этом нет ничего фетичного. А на территории региона введены карантинные ограничительные мероприятия. Расскажите, в чем заключается? Да, действительно, вынесено постановление главного государственного врача по Ненинскому автономному округу о ведении комплекса мероприятий на период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ненинском автономном округе. Главная задача этого постановления — ввести противоэпидемические и ограничительные мероприятия на период подъема ОРВИ гриппа. Это постановление в Ненинском автономном округе выносится ежегодно в момент подъема острых респираторных заболеваний. А сегодня закрыты какие-то учреждения, может, группы, классы на карантине? Да, действительно, в школах, в дошкольных образовательных учреждениях при заболевании детей более 20% либо в группе, в классе, либо в общем, в учреждении принимаются меры по разобщению детей. То есть классы, школы, группы закрываются, не функционируют в течение 7 дней. При необходимости этот период может быть увеличен. На данный момент у нас закрыты 23 группы в 8 дошкольных образовательных учреждениях и 13 классов в общеобразовательных учреждениях. И полностью закрыты школы-сад в деревне Куя, школы-сад в поселке Хангурей и детский сад в Солоксино. Сейчас много говорят о вакцинации. Как-то ее не сделал, жалеют и, возможно, хотят сделать прививки. Насколько это актуально? Да, конечно. Я хотела бы обязательно отметить, что основной мерой профилактики против гриппа является, конечно же, специфическая профилактика, то есть прививки. Сейчас действительно много звонят, в том числе в управлении, спрашивают, можно ли на данный момент привиться против гриппа. Мы всем отвечаем, что на данный момент это сделать уже невозможно и не нужно, потому что профилактические прививки, они делаются в предэпидемический подъем, то есть это сентябрь, октябрь и ноябрь, для того, чтобы успел сформироваться иммунитет. Какие еще, кроме прививок, есть профилактические мероприятия? Что следует делать? Ну, естественно, есть еще неспецифические профилактические мероприятия. Если мы говорим о личной профилактике, то первое, о чем уже говорят все и знают, наверное, все, это гигиена рук, то есть нужно мыть руки, нужно мыть их как можно чаще, не подносить руки к лицу, чтобы через глаза, носовые проходы, также инфекция не поступила в организм. Второе, то, что немаловажно, это должна быть чистота, то есть нужно проводить влажную уборку обычными бытовыми моющими и дезинфицирующими средствами. Также немаловажно в этот период не посещать никакие массовые мероприятия, по возможности не пользоваться общественным транспортом. Если уж это необходимо, то нужно использовать медицинские маски, морлевые повязки или какие-то подручные средства. Поэтому меры неспецифической профилактики, конечно, тоже приводят к тому, чтобы меры неспецифической профилактики помогут вам не заболеть в этот важный период. А прогулки на свежем воздухе? Да, конечно, прогулки на свежем воздухе обязательно должны быть, их не нужно исключать, и это также является мерой профилактики. Если говорить, опять же, об неспецифической профилактике в организованных коллективах, в том числе в детских коллективах, то в это время должен проводиться осмотр детей утром, обязательно отстраняться от учебы дети, у которых появились признаки респираторного заболевания, они должны быть сразу изолированы и не находиться в коллективе. Конечно же, нужно дезинфекционный режим в учреждении проводить. Ну и при необходимости, как я уже говорила, если более 20% детей заболевают, то либо группа, либо учреждение, либо класс, они закрываются. Светлана Владимировна, по всей стране сейчас люди скупают лекарственные препараты в аптеках. То же самое происходит в нашем регионе. Говорят, что уже скупили 5-месячные запасы противовирусных средств. Насколько сейчас актуально скупать эти препараты, бесконтрольно возможно их принимать? Да, но дело в том, что я хотела бы сказать, что препараты все-таки следует принимать по назначению врача, и не делать это бесконтрольно, и только потому, что ты так решил заниматься самолечением. Вообще, если у вас какие-то признаки ОРВИ или гриппа, вы считаете, что они у вас появились, здесь очень важно сразу обратиться к врачу и уже следовать всем тем рекомендациям, которые он вам назначит. И, конечно же, обязательно при этом оставаться дома, не выходить на работу, на учебу, чтобы не быть источником инфекции для других людей. Надеемся, что всплеск сезонной заболевания скоро пойдет на спад. Спасибо за интересную беседу, Светлана Владимировна. Населенные пункты Неницкого округа станут участниками масштабного всероссийского проекта. Для этого в деревни и села будут направлены хормейстеры из филиалов хорового общества. Неницкий округ войдет в межрегиональный туристический маршрут. Его тестируют в рамках экспедиции «Русский север русским машинам». Экипаж из 11 человек на трех соболях преодолел путь от карельского города Сартовала до Варандея. Наринмар в новом туристическом маршруте будет значиться конечной и культурной точкой. Впервые взять в руки лопату и буксировочный трос пришлось только здесь, по пути к Пустозерску. Команда экспедиции преодолела пресловутый зимник, скаталась до Варандея и ни разу не встретила на пути препятствий. А ведь именно за ними приехали в Заполярье автопутешественники. В прошлом году ребята пытались, не смогли. Были закрыты зимники, было очень много снега, не смогли. В этом году, к сожалению, наверное, для нас это оказалось очень легко. Может быть, наши машины были подготовлены, плюс дороги еще хорошие, снега мало. 11 пассажиров и три соболя испытывают возможности российского автопрома в условиях Арктики, а также экспедиционное оборудование и снаряжение. Как показала первая половина пути, арктическая выдержка у соболей хорошая. К тому же, они не затратны в плане топлива, вместительны и комфортабельны. Как вы видите, никакой специальной суперподготовки нет. Сделан каркас, причем штатные места под штатные болты, даже ничего сверлить не пришлось. Просто сделан каркасик под спальное место. Ну вот здесь двое и спереди двое. Все, что необходимо для путешествия, уместилось в машину. Коробки с продуктами, теплая одежда, запчасти, низельное топливо и аппаратура для съемок. В составе экспедиции профессиональные операторы, которые готовят фильм про автопутешествия. Потому что люди хотят увидеть эту красоту. Потому что вот мы ехали, мы просто останавливались, просто вот и снимали, снимали, снимали. До такой степени эти ваши рассветы, закаты, они просто, они свозят с ума. Это невозможно, это невозможно не снять, то есть мимо этого проехать. И поэтому у нас у всех все флешки забиты вот этой красотой. Вот у меня уже все, флешки кончаются. Я сейчас поеду, потому что хочется постоянно снимать. Культурную программу гостям организовал Туристический культурный центр, он же принимающая сторона экспедиции. Гостям показали Краеведческий музей, этнокультурный центр, Пустозерск и достопримечательности города. Мы вообще стараемся привлечь внимание автотуристов к разным местам, в том числе к русскому северу. Потому что эти места в плане автотуризма немножечко забыты и несправедливы. Я очень люблю путешествовать по северу, это очень красиво, это очень хорошо. Поэтому призываю всех делать это, садиться на машины, на любые. Есть более сложные маршруты, есть более легкие. В Наринмаре автопутешественники проведут несколько дней, а затем отправятся обратно, в Карелию. Общая протяженность маршрута составит более 7 тысяч километров. Продолжительность тура – три недели. Конечная цель экспедиции – проработать автомобильные туристические маршруты для внедорожников и обычных машин. В марте планируется тестовый тур на Нивах. Валентина Чибичек, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Решить проблему пьянства в российских селах решили необычным способом – с помощью народного пения. Новый проект «Поющая деревня» уже шагает по стране. В мае запоет Ивановская и Владимирская области. Как будет проходить процесс перевоплощения из пьющей деревни в поющую, попыталась выяснить Любовь Пермякова. Организаторы пилотного проекта «Поющая деревня» – всероссийское хоровое общество, которое было возрождено в 2013 году. В настоящее время эта организация имеет свои филиалы практически во всех регионах страны. Сформирован уникальный коллектив – сводный детский хор России, который в 2014 году выступил на закрытии Олимпиады в Сочи. В детском хоре поет тысячи участников. Проектом «Поющая деревня» организаторы планируют охватить гораздо большее количество людей. Нужен ли такой поющий проект и возможно ли его реализовать в населенных пунктах, мы узнали у сотрудников сельских домов культуры. На сегодняшний день учреждения культуры работают творческие коллективы, там хоры, вокальные ансамбли, группы. Но все беда в том, что они и раньше были, и были фольклорные коллективы, они в настоящее время тоже есть. Но беда в том, что и сейчас затратные официальные пересматриваются, и редко где у учреждений культуры есть хорместер. Где-то, может быть, и есть населенные пункты, там есть слово поющее, там нет хорместера. То есть это не просто, это сейчас, допустим, мы поем, а вы песни учи, поем, там, нас в одну партию, в две партии, на три партии разложили. Кто как может. В настоящее время в многих учреждениях культуры у нас в округе нет ни аккомпаниаторов, нет мало общих, ну мало общих хорместеров, которые имеют образование. Конечно, в деревне и села будут направлены хорместеры из филиалов хорового общества, но только на определенный срок. Кроме проблемы с профессиональными кадрами, есть и другая, житейская проблема. Обязательно нужно специалиста. Так вот просто прийти и петь, это надо уметь организовать и уметь научить человека петь. Ну сколько бы мы ни привлекали, вот у нас есть постоянный состав хора, и он, вот мы никак не можем привлечь еще дополнительно, не идут люди. Боимся, что мы постареем, уйдем, и на этом все закончится. Страшно. Не идут люди. Кстати, раньше в советское время в каждом поселковом клубе, где по выходным крутили кино, устраивали танцы для молодежи, давали концерты художественной самодеятельности, народу было не протолкнуться. Жизнь кипела. От людей на деревне не спрятаться, нет секретов в деревне у нас. Чтобы деревня процветала и дальше, руководитель народного хора Вячеслава и Майи Смирновых Евгения Пушкарева считает, что к народной культуре нужно приучать с детства. Дети, которые были в деревнях, их с колыбелью матери, с песнями матери, они привыкали к русским песням, именно русским, народным, которые были записаны где-то, или которые вообще нигде не были записаны. Сейчас, конечно, наверное, время диктует свои какие-то такие правила, и немножко изменился уклад жизни, что колыбельные уже поют не всем, колыбельные, потешки. Наверное, вот с этого нужно начинать. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды.